Расскажи, пожалуйста, Нина, какие сегодня у тебя впечатления? Ну, когда пришли на первый урок классному руководителю первому, она нам сказала очень много тёплых слов, все готовы были расплакаться. Мы были очень счастливы и понимали, что, несмотря на то, что в школе было много, например, сортов, с одноклассниками, с друзьями, это всё равно были лучшие годы нашей жизни, и мы навсегда их запомнили. Как готовилась к последнему звонку? Мы практически последние 2-3 недели каждый вечер приходили в школу, собирались на выступления, репетировали, пели, танцевали, и сегодня будем показывать. Расскажи, пожалуйста, про платье и фартук. Платье и фартук я нашла ещё в начале года у моей знакомой, и вот с начала года у нас всё было готово. Скажи, пожалуйста, что ты запомнишь со школы, со школьных годов? Нет. Наверное, самое главное — это поездка в Питер уже в 10-м классе с нашим новым классным руководителем. Как мы ехали в поезде, разные экскурсии были, и тогда нам всё было очень здорово. Скажи, если бы у тебя была такая возможность, ты бы хотела продлить школьные годы или всё-таки идти дальше? Нет, конечно, потому что продлить хотелось бы, потому что взрослеть не хочется никому, и детство, оно всё равно заканчивается, но это были действительно счастливые годы нашей жизни, поэтому я хотела бы продлить их. Ты уже решил, куда ты будешь поступать? В медицинский. А вот у вас сейчас основательная подготовка к ЕГЭ, страшно? Ну, конечно, страх есть, но поскольку мы готовимся, учимся, то уверенность в себе тоже присутствует. Какие-то пожелания есть своим одноклассникам, другим выпускникам? Ну, хотелось бы пожелать не бояться выбирать университет, не бояться новой жизни, не бояться взрослой жизни, и будь увереннее в себе. А учителям что ты хочешь сказать? Я хочу сказать большое спасибо за то, что учили нас. Мы стали такими, как я сейчас, лишь благодаря их поддержке, заботе, пониманию, и благодаря им мы готовы к взрослой жизни. Спасибо. Всё? Расскажи, пожалуйста, Аня, что ты сейчас чувствуешь? Я очень сильно волнуюсь, потому что у нас готовы номера, целая концертная программа, и я очень сильно надеюсь, что у нас всё получится. Очень хочу не заплакать, потому что у нас такие трогательные песни в конце, и нужно спеть их достойно. Чем запомнились школьные годы тебе? Очень много воспоминаний хороших, приятных. Ну, конечно, плохие воспоминания тоже есть, но я надеюсь, что они со временем сотрутся. Какие-то любимые предметы в школе у тебя были, предпочтения? Химию люблю. Будешь поступать связанно с химией? Да. На кого будешь поступать? На провизора. Скажи, пожалуйста, какие-то пожелания у тебя есть своим одноклассникам, другим выпускникам? Сейчас, конечно, это хорошо сдать экзамены, поступить в университеты мечты и пойти по профессии своей мечты, добиться всего самого лучшего. Скажи, пожалуйста, ты вот, если бы у тебя была такая возможность проучиться второй раз в школе, ты бы пошла, продлила бы свои школьные годы или же нет? Конечно. Мне кажется, это вообще самые лучшие годы жизни. Как ты считаешь, вот школьные друзья, они остаются всё-таки или потом вы все пойдёте по своим тропам? Ну, какие-то друзья со временем идут, а какие-то, конечно, останутся. Учителям что-то пожелать хочешь? Терпение. Ты свою первую учительницу помнишь? Да, помню, Лусенка Лизуна Андреевна. Сегодня ходили вы к ним? Да. Какие-то пожелания они вам сказали? Удачи, успехов. Ну, у них ещё будет речь вот как раз во время концертной программы. А какой-то сюрприз для своего классного руководителя вы приготовили? Да. Она сильно удивится? Ну, мы надеемся. Всё. Егор, скажи, пожалуйста, какие сегодня у тебя эмоции, впечатления от сегодняшнего дня? Ну, чувства у меня смешанные, потому что с одной стороны школа заканчивается и начинается новая ступень жизни, а с другой стороны и грустная, потому что, ну, в конце концов, я провёл в этой школе 11 лет, и всё равно тяжело расставаться с тем, к чему так сильно привык. Что запомнилось вот за эти школьные годы? Ну, больше всего мне запомнился учительский коллектив, потому что у них всегда можно было найти поддержку, и только благодаря им, ну, мы такие, какие сейчас есть. Так что, ну, собственно, учительский коллектив — это на всю жизнь запомнился. Вот вы сегодня какую-то концертную программу приготовили для учителей. Что будет? Ну, мы взяли особенности каждого предмета и вложили их в наши номера, чтобы каждый учитель мог, глядя на наш номер, увидеть, ну, собственно, себя, свой урок, вспомнить смешные моменты, которые происходили на уроках. И, ну, вот, и, собственно, мы хотим напоследок, так сказать, подарить учителям радости и воспоминания на всю жизнь о нашей параллели. Ты уже определился со своей будущей профессией? Ну, да. Я уже подал документы в Калининградский филиал Военно-морской академии. Мне уже пришёл ответ, так что я вот сейчас сдам ЕГЭ, и 1 июня уже отправляюсь в Калининград поступать. Молодец. Какие-то пожелания есть своим одноклассникам? Ну, своим одноклассникам, в первую очередь, желаю добиться всего, что они хотят, ну, добиться всего, чего они хотят, и здоровья, удачи, и чтобы у них всё сложилось как положено. А учителям? Учителям оставаться такими же добрыми, отзывчивыми, ну, и чтобы ученики всегда были хорошие. В школу приходить будете? Ну, у меня мама в школе работает, так что я не смогу не приходить в школу. Всё. Одиннадцатый В класс и классный руководитель Сибуна Елена Владимировна. Аплодисменты. Аплодисменты. Субтитры сделал DimaTorzok